Девушки отдыхают Да МакКиннон Крик Тодд Хоффман высоко поднял планку Мы получим 84 килограмма, во что бы то ни стало Есть прибор, разрез и команда Это наш год Мы победим Юрика Крик Просто катастрофа Тони Биттс пытался воскресить добычу на драгах Много воды Это плохо Скрибнер Крик Чёрт, питатель А Паркер Шнаббель довёл команду до предела Без тебя дела шли на лад Да? Так уходи Это был самый сложный Нужна помощь Грязный Хочется ему врезать Тут мусор, тут пески И успешный сезон Золотой лихорадки Золотая лихорадка МакКиннон Крик Золото нужно вдвое больше А это вдвое больше работы Тодд Хоффман начал сезон с целью 84 килограмма Ценой в 3 миллиона долларов Вдвое больше, чем в прошлом сезоне Хантер, придётся вкалывать Но для этого ты и нужен Да, я готов помочь везде, где будет нужно Пытаясь обойти Паркера Впервые за всё время работы на Клондайке Команда Хоффманов открыла суперразрез Огромный карьер площадью в 12 футбольных полей Самый большой разрез из всех, что у нас были Пока всё идёт неплохо Мы почти добрались до песков, Дэйв Похоже, всё-таки справимся Это будет наш лучший год Пробная промывка принесла им 900 граммов И доказала, что там есть золото То, что надо Первое золото за сезон Но план поплыл Когда земля начала оттаивать И мамонтов канал затопило Тут везде вода Не притащим сюда большой насос Увязнем по уши Тодд Логану Быстро топай к экскаватору Подкати сзади и убери отсюда воду Живее Назад Назад Жди Ещё один болт Болт и гайку Заводи Тодд Плохо дело Что случилось? Логан Нам нужен трос? Или экскаватор? Лёд проломился Срочно Нужна помощь Плохо дело Кевин, Дэйв Вперёд Вперёд Живее парни Уйди из дороги Логан Попробуй его откопать К дорогу Разойтись Парни, дайте дорогу Дэйв выкопает задний конец Может, Логан оттолкнётся ото льда и выйдет задним ходом Будь готов прыгать Опирайся на ковши назад Вот так Снова надави Не спеши Стоп, стоп, стоп Выехать не вышло Протяни ковш вперёд К берегу Зацепись и подтягивайся к нему Логан, рискуя погрузить в воду двигатель Двинулся вперёд Прямо в пруд Легче Поднажми Ещё вперёд Давай Давай Вверх Вверх Другое дело Получилось Какой урок извлекли? Лёд может оказаться тонким Парень совершил ошибку Кто-то мог погибнуть Слава Богу, мы его вытащили Скребнер Крик Я рад, что вернулся Начало сезона у Паркера Шнабеля Выдалось ужасным Мне страшно Я не знаю, что будет дальше Зимой ушли одни из лучших его людей В том числе бригадир Джин Чизмен Когда уходит часть команды Ты очень легко можешь скатиться С рекордных заработков До провала Пора всё поменять Вот они И нанять Новичков Сплошь молодёжь Ты моложе Рика? Думаю, да Тридцать Ты тот самый старший Но опыта у ребят мало Один год Пять Три Четыре Ноль Один Нам придётся нелегко И взвалить на лучшего друга Рика Несса Новые обязанности Мне нужен бригадир Ну, я... Я об этом не думал Но, похоже, с командой новичков У меня просто нет выбора, верно? Это большая ответственность Я к ней готов Отлично Спасибо, дружище За дело Первой задачей Рика было добраться до песков в речном разрезе У нас тут новички Придётся их всему обучать Чего они ждут? Назад, назад Пять секунд здесь Пять секунд там Тешу себя мыслью, что я терпеливее Паркера И может, эти ребята от нас не сбегут Похоже, нас ждёт хороший сезон Надеюсь, так и дальше пойдёт Думаю, мне повезло Обожаю тяжёлую технику Целый день можно сидеть в этих чудо-игрушках Золото? А это просто ещё один бонус Будет трудно Но что даётся легко Особенно здесь 22-летней Эмили Горем Досталась важная работа Нагружать грузовики экскаватором Вольво 700 Меня оставляют одну Видно, придётся показать, чего я стою Что я умею работать Я впервые в такой машине У этого экскаватора ковш куда больше, чем я привыкла Ещё и босс подъехал От этого я только больше нервничаю Всего через две недели Они добрались до песков Уже готовились их промывать Когда Рих заметил, что Эмили постоянно промахивается Эмили Эмили, слышишь меня? Паркер, с Эмили что-то стряслось Не знаю что Сейчас выясню Оставайтесь здесь Не снимайте Все работы на прииске остановились Что происходит? Плохо дело Нужен вертолёт? Не знаю Похоже, у неё бывают приступы паники И один из них как раз в разгаре Говорит, когда совсем плохо Бывают судороги Эмили была нужна срочная медицинская помощь Я думал, с Эмили порядок Она быстро училась Но похоже, всё это время она изводила себя придирками Думая, что плохо работает А с утра я сказал Остаток дня будешь одна Может, ещё пару дней После посещения врача Эмили полностью оправилась Я поеду домой Да, жаль, что так вышло Но на прииске на Клондайке Она не осталась Проблемы Паркера на этом не закончились Владелец прииска Тони Биттс Решил пересмотреть условия договора Подпиши, Мини Я кое-что тебе покажу Контракт тот же, кроме жёлтого абзаца Прочти Ни Паркер Шнабель Ни другие компании, со владельцем которых он является Не будут работать на других приисках До истечения срока этого соглашения Я это не подпишу Как скажешь Я уже подписал контракт Но не я А что не так с этим условием? Я хочу работать на том прииске с дедушкой Отличная сказочка Я сейчас расплачусь Я отправил тебе контракт, а ты его изменил Нужна подпись Тони Выбор есть Бери или уходи Всё просто Нельзя сказать «бери или уходи» Дождаться подписи и изменить условия Я уже вложился в землю Нам всё равно Мы всё обсудим Пусть мне об этом скажут судьи Паркер, делай всё, что душе угодно Ладно Хорошо Сделай одолжение Уезжай Всё просто Я не буду это терпеть Доброго дня Проваливай с прииска Точка Пока Далее Далее Я нанял нового парня На корабле Тони новый капитан Джейн моим боссом не будет А соперники Паркер и Тодд соревнуются за титул короля Клондайка Мы уйдём, добыв золото больше всех Чёшь Золотая лихорадка Золотая лихорадка В начале прошлого сезона Разногласия Тони и Паркера из-за договора усугубились Когда Тони вышел на бывшего бригадира Паркера Как дела? Джин Привет, Тони Джина Чизмена Я бы хотел, чтобы ты стал капитаном корабля Согласен? Я в деле Отлично, Джин Большое спасибо Но эта затея вышла Тони боком Когда Паркер услышал об их сделке В нашем договоре есть пункт о запрете на конкуренцию Так что Джин не может работать на целый ряд компаний на Клондайке У меня появился шанс нажать на Тони Попробую обменять Джина на землю Ток-ток Что решил? Паркер Я думал, как бы нам договориться Сделай свое предложение Скажи, чего ты хочешь за Джина Мне нужна земля Вот и все Определи условия Тони был вынужден дать Паркеру Право на разработку 12 нетронутых приисков В обмен на право нанять Джина Чизмена Отлично Спасибо, Тони И Паркер вернулся к борьбе за титул короля Клондайка Все прошло как надо У меня земля, а у Тони капитан Драги Дело сделано Юрика Крик Наняв опытного бригадира Осмотрим Драгу Тони решил сообщить новость механикам, собравшим Драгу, Джерри и Майку Господа, у меня для вас новости Я нанял нового парня Мистер Джин Чизман Я здесь не для того, чтобы украсть чужие лавры Это ваш общий труд Мы не возражаем, Джин Я рад Без проблем, мы тебе рады Я ведь пришел не для того, чтобы просто приказы отдавать Я хочу, чтобы Драга приносила золото Джин моим боссом не будет Почему он заявляется в конце проекта и говорит Драга моя, работайте Нет, так не пойдет Джин, за дело, поехали Джин скоро дал понять, что снисхождений не будет Да какая разница, разверни ее, пусть цепь будет сверху Трос провисает Я буду тянуть ее сюда Но трос провис Я потяну ковшом в эту сторону Джин встал у руля 75-летней Драги И ковшовая цепь начала выбирать по 100 кубометров породы в час Вот так, парни, вот так Пропуская ее через древний грохот, чтобы золото оседало в промывочном желобе А Тони смог бы вернуть потраченный на Драгу миллион долларов Мы плывем Через год упорного труда Тони, наконец, начал добывать золото на Клондайке, так же, как его предшественники Мы выбираем породу спереди Сзади сыплются камни Надеюсь, где-то посередине будет золото И тогда это успех Обнимемся Маккинон Крик Заводи Чтобы обойти Паркера Шнабеля Дод Хоффман решил добыть 84 килограмма золота ценой в 3 миллиона долларов Будем промывать по 300 кубов в час И всем покажем Но его команда никогда не промывала столько породы с такой скоростью 300 кубов в час Пойдет И вскоре количество отработанной породы начало мешать Я не успеваю Меня заваливает Работай Как это достало Тогда тот купил конвейер побольше Ну, поехали Суперстакер Но горные дороги, ведущие к прииску Едва не сорвали его планы Земля тут мягкая На повороте осторожнее Заносит Заносит Жми, жми, жми Берегись Вот теперь мы увезли Жарко Вечная мерзлота под землей начинает таять и трескаться Вот и Хантер Тот поручил своему 16-летнему сыну Хантеру вытащить суперстакер из стающей мерзлоты Вот так и езжай Не увязни в середине Перебор Стоп Куда ты? Езжай по дороге Давай Не посередине Смотри, что ты наделал Так Мне надо было ее пересечь Я же не могу перепрыгнуть дорогу Ты ехал неправильно Так что помолчи Колесо должно быть тут Отойдите Дайте мне обзор Не опускай его Опускай Вниз, вниз Так, помолчи Я знаю как надо Не знаешь Боже Я люблю отца и все такое Но работать с ним тяжело С общением у него проблемы И это раздражает Крутание ковш Хантер, задний ход Вы друг другу противоречите Не слушай деда Слушай меня Готов? Тяни его Хантер, тяни Еще Получилось Он хорошо управляет погрузчиком Но общаться нам с ним Бывает очень тяжело Суперстакер начал сбрасывать хвосты В 150 метрах от промприбора Хоффманы смогли промывать по 300 кубов в час Круглые сутки Поехали Я в восторге Через шесть недель от начала сезона Тот добыл 15 килограммов золота Ценой больше полумиллиона долларов Амбициозный план начал приносить плоды Отставая на 9 килограммов На Маккеннен крик приехал Паркер Узнать как идут дела у соперников Огромный разрез Тот в этом году работает с размахом Бульдозеры, экскаваторы Как при масштабной добыче угля Они стоят бешеных денег Побеждает тот, кто находит больше золота Надеюсь, визит дружеский Дозер Он не кусается? Нет Ты начал работать или нет? Начало не задалось, но это бывает У вас работа кипит? Да Впервые за три сезона Тот обогнал Паркера И не мог не насыпать соль на рану Мы добудем золото больше других Удачи Работа изо всех сил В прошлом бывало всякое И я бы хотел обойти Паркера Он, похоже, нервничает У нас открыт огромный разрез И я спокоен Я азартный человек Не намерен проигрывать И ни за что не проиграю Далее Паркер находит способ обойти соперника Это изменит ход всего сезона И доводит команду до предела Без тебя дела шли на лад Да Так уходи Золотая лихорадка Золотая лихорадка Юрика Крик В плане затрат Я всех заткну за пояс Тони Биттс вложил миллион долларов В свою драгу И был намерен вернуть его За один сезон Теперь мы войдем в историю Но на драге поломка Соскочила цепь За поломкой Всем назад Тут слишком много воды Задача оказалась не из легких Просто катастрофа 350 граммов Худший ток доводки За всю мою жизнь Чтобы наверстать упущенное Тони велел, чтобы драга работала с утками И вынудил Майка и Джерри Работать в ночную смену По 12 часов Я вообще не понимаю, что здесь делаю Ночью трудно маневрировать Вовремя замечать проблемы Бегаешь с фонариком Но Нас никто не слушает Как же я устал Я не против управлять драгой Но мне обещали смены по 8 часов А не по 12 Отказ выйти на очередную длинную смену Привел к конфликту Господа Я слышу жалобы Объясните У нас 8-часовые смены, так? Об этом и речи быть не может Ты же сам так сказал Нет, нет, нет 8-часовых смен в золото добычи не бывает Никогда Но мы же Что мы сделали не так? Джин не в восторге от вашей работы Если что-то происходит Вы тут же выражаете недовольство Нам безразлично ваше мнение Это факт Вот значит как С меня хватит Когда имеешь дело с неблагодарным Жадным, невежественным человеком Вот что происходит Хочешь работать на Тони Битца Привыкай Мы, пожалуй, пойдем С меня хватит С нас хватит Да Скребнер крик Напряжение нарастает У нас много работы, а времени очень мало Единственный способ обойти Тодда Расширит дело Вызов принят К середине сезона Паркер по-прежнему отставал от Тодда на 4 килограмма Но битва была не закончена Мы упорно работали И сдаваться нельзя Он принял смелое решение Открыть самый большой разрез из всех Решающий Приграничный И для работы в нем Арендовал огромный промприбор С названием Голдзилла Все силы брошены сюда Вот разрез Вот промприбор Эта штука спасет наш сезон Главное – работать Паркер настоял на том, чтобы промывать по 200 кубов в час Днем и ночью Паркер хочет, чтобы мы работали без прерывов Но сначала надо разобраться с недочетами Но такой темп сказался на команде Я совсем вымотался Все приложили много усилий, чтобы запустить прибор Когда команда и техника работают на износ Что-нибудь сломается И на технике Питатель Помощь Митчу Паркер нанял нового механика Дерека Антонюка Похоже, протечка Лопнула труба Над ней работали Паркер и Дерек Вся эта техника для меня – привычное дело Но на команду он впечатления не произвел Когда они что-то делают, нам с Карлом приходится переделывать Он высокомерный, это всех раздражает Митч, теперь будешь слушать меня Ты серьезно? Думают, что он личный помощник Паркера Думает, он тот босс Я тут никому не нравлюсь Но если Паркер скажет «оставайся», новичок не уйдет Тут есть правило Ладь с людьми или проваливай Все в порядке? Да Ты сказал, что готов придушить Дерека? Это вряд ли Карл решил уйти С меня хватит Сколько можно терпеть? Прогнал хорошего механика И оставил паршивого Когда вернулся Рик, навещавший больную мать У него уже сложилось мнение о новичке Почему-то руку мне не пожал Это многое значит Хочется врезать ему Он похож на идиота Что происходит? Мне он просто не нравится Вот и все Ты его не знаешь Человек не может просто так не нравиться Надо дать ему шанс И это твоя работа Ты делаешь из меня врага И не думал Какое положение ты меня ставишь? До того, как ты приехал, дела шли на лад Да Так уходи Со временем все здесь просто развалится Несмотря на напряжение в команде Паркер выдвинул Рику ультиматум Или он помирится с Дереком Или уйдет Если надо пожать ему руку Я это сделаю Это не значит, что он мне понравился Прости, что обозвал чертом А руку пожать? Да Дохлая рука пожать Ладно, поглядим, что будет дальше Команда снова в сборе И Паркер наконец выяснил Окупилось ли его вложение в полмиллиона долларов Не терпится увидеть золото в жёлобе? Первая доводка из приграничного разреза Я думал, там кофе Оказалась рекордной в карьере Паркера 12,740 Браво, парни Поздравляю 12 килограммов, 700 граммов Стоит 450 тысяч долларов Лучшая порода Голдилла быстро расправлялась с песками В сердце их лучшего разреза Да, отлично, парни А молодая команда показала, чего стоит Всё лето исправно подавая породу в промприбор Надеюсь, мы обойдём Хоффмана К концу августа 9,410 Класс Больше 9 килограммов Паркер добыл золото больше, чем на 2 миллиона 300 тысяч долларов Достаточно, чтобы обогнать Тодда Хоффмана В битве за титул короля Клондайка Если в вертолёте Тодд Хоффман, он и оттуда увидит наше золото Юрика Крик Это бизнес Драга не круизный корабль План Тони Битца Быстро вернуть вложенный в Драгу миллион долларов Пошёл под откос За две трети сезона Он получил лишь треть от нужного количества золота Джин Чизмен Нашёл причину Вот верхний слой Тут нет золота По сути, двухметровый слой мусора Если его убрать и промывать золотоносные пески Расходы снизятся Драга выбирала золотоносные пески из недр высокого берега Но в процессе снимала и толстый слой пустой породы С крыши Джин предложил убирать вскрышу на пути Драги тяжёлой техникой Не понимаю, почему бы просто не делать, как раньше Сто лет назад промывали всю породу Я ведь прав? Это мусор Это хорошая порода И точка Ладно, как хочешь Тони дал неделю на пробу За работу Но не думал, что они получат достаточно золота, чтобы окупились расходы на топливо Я не планировал снимать верхний слой Убрав двухметровую вскрышу Думаю, это последний ковш Команда смогла промывать породу вдвое быстрее Неплохой этот платик За все улучшения придётся платить золотом, которое мы добываем Доводки наконец раскрыли истинный потенциал Драги Больше трёх семисот Отлично, Джин Мы знаем, что нужно делать Это хорошо Мы вносим изменения Решаем проблемы, чтобы быстрее и успешнее идти к цели МакКиннон Крик Середина сентября До конца сезона всего две недели Команда Хоффманов промывала огромную гору песков Если добудем из неё всё золото, то обойдём Паркера Но когда пошёл первый снег, они поняли, что всю породу промыть не успеют До начала Клондайской зимы Мы не успеем В смысле? Вряд ли хватит времени всё промыть Не желая терять деньги, тот взял в аренду второй промприбор Форт Нокс Весом в 75 тонн Ценой в миллион долларов Промывающий по 350 кубов в час Дэйв, как дела? Немного скользнул Что такое? Берегись! Дэйв, подъезжай сзади, подтолкни Я прямо за вами Поднажми, Дэйв Ещё-ещё, толкай, толкай Вот так Да, получилось Монстр Ред Встречай Форт Нокс Покажем Паркеру Все сюда И за дело Да Два самых крупных промприбора на Клондайке Выдают вдвое больше золота Врубаю Монстр Ред Сито работает Шансы выиграть дуэль с Паркером возросли Так держать Два прибора Мы добудем золото И обойдём юнца Скрибнер Крик В конце сезона Паркер опережал Тодда на 6 с лишним килограммов Что тут? Смотри Мерзлота Но приграничный разрез оказался замёрзшим Тодд непременно нагнал бы их Если бы они не нашли талые пески Кое-что покажу Вон там остров сокровищ Тут приграничный разрез На обоих участках отличная порода Между ними оттаившее речное русло Где точно не будет мерзлоты Нужно лишь повернуть речку Это не так просто Верно Зато нет вскрыши И порода талая И у нас будет шанс обойти Тодда Им нужно сделать канал шириной в 30 метров Чтобы повернуть речку Доминион Трик к западу Ксалфер Крик Они получат участок длиной в полкилометра на речном русле Сталой породой между их лучшими разрезами Приграничным и островом сокровищ Команда работала без устали Чтобы создать обходное русло Канал почти завершён Ну что, запускай Момент настал Речка потечет так, как мы и хотели Вода пошла То-то же Вот так Доминион Крик наконец потёк в салфер Молодец Спасибо Отлично Прямо за нами пустое русло Открыв 500 метров богатой золотом талой породы Главное, чтобы здесь было золото Да Внезапный успех Паркера добавил Тодду волнений Не входите А новость, которую сообщил хозяин, усугубила дело Мы думаем продать землю И какова цена? 5 миллионов долларов Я вряд ли куплю за такие деньги Тебе следует знать, что Один из потенциальных покупателей Паркер Далее Доводки определяют нового короля Клондайка Какой тяжёлый Знаешь, сколько у Хоффмана? Да Золотая лихорадка Золотая лихорадка Юрика Крик К первой неделе октября Сезон золотодобычи закончился Пришла пора подводить итоги Взвесим Тони потратил миллион долларов на покупку драги Девятьсот И чтобы выйти в ноль Полтора Ему нужно было ещё девять килограммов Три девятьсот семьдесят А общий за сезон? Чуть меньше двадцати трёх Тони не хватило примерно пяти килограммов Ты обещал другое Мы мало промывали, так что сойдёт Мы заново открыли добычу на драгах Драга эффективна Верно Драга принесла нам золото И знания, полученные в этом году Ладно, золото мне, а опыт и знания вам МакКиннон Крик Хоффманы, наконец, промыли свою гору породы Ну что, идём внутрь И всех мучил один и тот же вопрос Боже! Хватит ли им золота, чтобы обойти паркера Шнабеля? Вы посмотрите Благодаря двум приборам Мы получили десять килограммов Итого у нас девяносто четыре триста Наш лучший сезон Девяносто четыре килограмма триста граммов Стоит три миллиона триста тысяч долларов В этом сезоне мы добыли больше золота Чем за все предыдущие вместе взятые Это достижение Точно Не уверен, обойдём ли мы паркера Но в любом случае Я благодарен вам за то, что вы в команде Все сюда Скрибнер Крик Дедушка Паркера Дедушка прибыл с Шиком Девяносто шестилетний Джон Шнабель Прилетел к подведению итогов Не могу выбраться отсюда За три месяца до своей смерти Отлично выглядишь Это был его последний визит к внуку на Клондайк Как дела? Джон присоединился к команде Паркера Им предстояло узнать, смогли ли они обойти Хоффманов Вот наша золота Тяжёлый Сезон был долгим, и я всем признателен Теперь к золоту Знаете, сколько у Хоффмана? Да Их итог девяносто четыре триста Хоффмана в пролёте Отсыпаем семьсот граммов И вот мы их нагнали Когда он уже поймёт Тут десять девятьсот семьдесят Итого сто четыре килограмма Пятьсот семьдесят Паркер получил три миллиона семьсот тысяч долларов Это рекорд в его карьере старателя Он обошёл Тодда на девять килограммов В третий раз подряд Паркер Шнабель Сумел стать королём Клондайка Паркер, ты не представляешь, как я тобой горжусь Чего ещё мне желать? Ничего Я очень счастливый человек Я тебя люблю И я тебя Я тебя люблю, Паркер И горжусь тобой Сезон был тяжёлым, но мы держались вместе В итоге побеждают те, у кого есть воля, целеустремлённость Те, кто много трудится Верно? То есть эти парни Мы Вот так В новом сезоне золотой лихорадки Тодд Хоффман открывает новый участок в Орегоне Огромный самородок Моё будущее не на Клондайке О, нет! Хантер! Я потерял несколько сотен тысяч И своих друзей Всему есть предел Команда Битса Тони Биттс Разведка с воздуха И семья Отпускай! Никто так не бесит, как семья Расширяют флот викингов Что скажешь? Выглядит ужасно Толкаете Драга окупилась Здорово, да? А Паркер Шнабель привыкает к изменившемуся миру Я потерял отца, а ты дедушку Не знаю, как будет без него Субтитры создавал DimaTorzok